Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обденск ТВ. Поговорим о событиях города и региона. В студии Георгий Розуваев. Идаря Человекова, вот о чем расскажем сегодня. Еще раз о вакцинации. Алгоритм действий для жителей, готовых сделать прививку от COVID-19. На заседании комитета по жилищно-коммунальным услугам обсудили предстоящий капитальный ремонт крыш. Школьники Первого Наукограда принимают участие в региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады. 18 января заместитель губернатора области Константин Горобцов в режиме видеоконференц-связи провел заседание регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В настоящее время в регионе развернуто 2400 инфекционных коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 1727 человек, свободных коек – 673. В Калужской области проводится массовая вакцинация населения. По информации регионального Минздрава, создано 20 прививочных участков, 26 выездных медицинских бригад. К работе по вакцинации подключены все районные больницы. Константин Горобцов поручил профильному министерству значительно активизировать данную работу, привлечь к ней 17 действующих в регионе мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, составить графики выездов. Заместитель губернатора также обратил внимание руководителей муниципалитетов на необходимость организации массовой вакцинации на местах. Константин Горобцов подчеркнул, что в области планируется вакцинировать порядка 500 тысяч жителей. Речь также шла о лекарственном обеспечении. По словам Алана Цкаева, в стационарах региона сформирован запас необходимых препаратов на срок до 30 дней. Министр образования и науки области Александр Аникеев доложил о ситуации с заболеваемостью в образовательных учреждениях региона. По его информации, в настоящее время на больничном находится 454 педагога. Из них 235 больны ОРВИ, 73 – COVID-19. Это не более 4% учителей. Новые коронавирусные инфекции также заболели два учащихся, поэтому на дистанционное обучение переведены два класса в двух школах Обнинска. В вузах и учреждениях среднего профессионального образования ситуация стабильная. С начала антиковидной прививочной кампании у жителей Обнинска возникает много вопросов, в том числе, как записаться и куда приходить на эту процедуру. Сотрудники клинической больницы номер 8 обращают внимание на то, что при подаче заявки на вакцинацию через сайт госуслуг важна обратная связь. И потому просят указывать номер своего телефона для оперативного уведомления пациента в случае изменения времени вакцинации. Основной алгоритм действий – следующий. Сейчас сделать прививку от COVID-19 может любой желающий житель города, записавшись через госуслуги. Там он выбирает удобное для себя время, но мы просим горожан учитывать тот факт, что на госуслугах не всегда расписание соответствует графику работы нашей поликлиники. Поэтому очень просим горожан записываться в будние дни на время с 8 до 15.45. После записи пациент приезжает в поликлинику на Ленина 85, поднимается на четвертый этаж и обращается в кабинет 416 к терапевту. Терапевт его осматривает, выявляет противопоказания, если они есть. Если противопоказаний нет, пациент обращается в кабинет 417, где ему сделают прививку. Предварительно он заполняет анкету, заполняет бланк добровольного согласия. Также пациент выдает памятку о том, как происходит вакцинация, что происходит после и когда необходимо введение второго компонента вакцины. Главной темой для обсуждения на комитете Обденского городского собрания по жилищно-коммунальным услугам стал предстоящий в этом году капитальный ремонт крыш. Происходит это не первый год. И не первый год от жителей поступают жалобы, то на подтопление, то на сорванные сроки. В этот раз депутаты предложили скоординировать действия управляющих компаний и подрядных организаций, чтобы избежать неприятных последствий для жилищного фонда и людей. В большей части, когда выполняется работа по капитальному ремонту, управляющая компания принимает участие в завершающей стадии. Его это подписание, приемки и так далее. В процессе, как бы, ну, редкий случай, когда что-то происходит. 47 многоквартирных домов в 2021 году включены в программу фонда капитального ремонта. В планах обновление кровли в 39 из них, замена инженерных сетей и отмосток, замена лифтов. Договоры с подрядными организациями заключены. К работам планируют приступить при наступлении соответствующих погодных условий. Время на выполнение работ 11 месяцев с момента заключения договора, так что у подрядчиков есть время до осени. Есть ли управляющая компания понимание состояния вот этих инженерных сетей, верхнего розлива, в каком они состоянии находятся. И есть ли вероятность того, что подрядчики при ремонте непосредственно кровли не поломают, не порушат и у нас не будет там чрезвычайных ситуаций. Возможно, рассуждает председатель комитета, стоит сдвинуть сроки, тем более сейчас отопительный сезон. Представитель управляющей компании «Град» уверен, в их доме проблем не возникнет, все нюансы обсудили с подрядчиками. Готовы начать ремонт кровли уже в феврале. Если внештатные ситуации и возникнут, с ними справятся. Руководитель управляющей организации «Быт-сервис» придерживается иного мнения. В процессе производства работ хотелось, чтобы системы уже не работали. Я имею в виду тепло, в первую очередь. Почему? Потому что, может быть, в этот период, когда будет раскрыто кровли, попытаться произвести ремонт коммуникации, который находится на чердаке. А если в этом еще принял участие в производстве данных работ фонд капитальный ремонт в лице подрядчика, мы были, честно говоря, очень рады и благодарны. Ну и управляющая компания, со своей стороны, тоже готова поучаствовать финансово. Анатолий Шатухин уточнил, если на улице будут такие же сильные морозы, как сейчас, и с инженерными коммуникациями на раскрытом чердачном помещении, что-то случится. А если вдруг выпадет снег и защитная пленка не спасет? Эти вопросы повисли в воздухе. Председатель комитета напомнил еще раз, подрядчик сдаст объекты, а эксплуатировать их управляющим компаниям. Случаи, когда на только сделанной крыше начинали подтекать ветхие трубы, которые не меняли, уже фиксировались. Было решено дать обслуживающим дома организациям проверить здания, где будут менять кровлю. Выяснить состояние инженерных сетей в чердачном помещении и направить информацию в администрацию. Правда, остались некоторые нюансы. Например, Владимир Демченко отметил, выполнить целиком за собственные средства замену ветхой инженерки не получится. И как быть? Прозвучало предложение на будущее обращаться в фонд капитального ремонта. А что делать в настоящем? Что если крыш со старыми трубами будет не две, а десять у одной управляющей компании? И коли прецеденты были, под новенькими кровлями давали течь прогнившие трубы. Не нужно ли найти способ, как избежать такого в будущем? Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ После новогодних праздников обнинские школьники, продемонстрировавшие лучшие результаты на муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады, принимают участие в мероприятии на уровне региона. В этом году количество таких учащихся заметно увеличилось. Подробности в следующем сюжете. Как рассказывает начальник управления общего образования администрации Наукограда, в этом году участие в региональном этапе Олимпиады принимают 563 человека. По сравнению с прошлыми годами, это число увеличилось почти в два раза. Самое большое количество участников, беспрецедентное, за последние годы, это количество участников по физике 65 человек. Обычно раза в два меньше. Физиков участвуют в регионе. В этом году по итогам отбора отбирали представители Министерства образования и науки Калужской области. У нас вот такое высокое представительство по городу Обнинску. Юные физики продемонстрировали один из лучших результатов на муниципальном этапе Олимпиады. Физика – это дисциплина, включающая в себя два уровня проверки знаний. Первый – теория, второй – практика. Поэтому путешествовать из Обнинска в Калугу ребятам придется два дня. Проходят в Калужском государственном университете непосредственно вот эта вот процедура написания олимпиадных работ. Так, например, физика в два этапа, то есть 65 человек будут ездить два дня подряд. В том числе и практическая составляющая есть в заданиях по предметным олимпиадам. И продолжаться будет практически до конца февраля выезд наших детей. Мы заключили договоры уже с перевозчиками. В бюджете заложена определенная сумма средств на такие нужды, как перевозка. Финансирование происходит в рамках программы развития системы образования. Если средств не хватает, говорит Татьяна Волнистова, то частично эту опцию оплатят школы. В прошлом году у нас было порядка 11 победителей по разным предметам и порядка 50 призеров регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников. Всероссийский этап не проводился по известным причинам. Но вот мы очень рассчитываем на то, что опять на Всеросс наши школьники в этом году попадут. Если она, естественно, будет проводиться, может быть, как-то в дистанционной форме. Руководитель ведомства также отметила, что традиционно в команде от Калужского региона учащиеся Первого наукограда участвуют, если проходят Всероссийский этап Олимпиады. Если говорить о поступлении в ВУЗы, у каждого ВУЗа свой порядок приема. И где-то учитываются Олимпиады, они дают высокую фору, как правило, победы на всероссийском уровне. Довольно высокую фору. Вообще, если это не выпускник, а обучающийся основной школы или средней, это плюс в портфолио. Для поступления, безусловно, и в учреждение СПУ, и высшего профессионального образования. Завершится региональный этап Всероссийской предметной Олимпиады школьников 27 февраля. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Обнинская сосна-лира, которая растет недалеко от центрального входа в городской парк, занесена в национальный реестр удивительных деревьев России, учрежденный Советом по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации в рамках Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы». Деревья живут значительно дольше человека, и в этом долгожительстве во многом их удивительная, притягательная сила. За внушительным возрастом отдельных деревьев порой стоят яркие исторические события. Во многих странах старовозрастные деревья берутся под охрану общественности. За ними тщательно ухаживают, стараясь максимально продлить их жизнь, объявляют охраняемыми памятниками природы. Такой достопримечательностью страны стала и Обнинская сосна-лира, которая растет недалеко от городского парка. В августе месяце мы подали заявку в комитет, который занимается вот такими деревьями в Москве, для того, чтобы дерево лиры было призвано... Ну, хотели как охранную грамоту получить, как для дуба, который на площади стоит перед домом ученых. Но так как нам сказали, что для охранной грамоты там это дерево не подходит, поэтому нам предложили поучаствовать вот в таком мероприятии, как «Удивительные деревья России». Заявка была рассмотрена сертификационной комиссией, и уже в декабре дерево получило статус «Удивительного». Считать его можно таким по праву, ведь это единственное дерево в нашем городе, имеющее имя собственное. Сосна с симметрично раздвоенным стволом напоминает форму самого романтического музыкального инструмента, ставшего символом искусства и культуры, отчего и назвали дерево – лира. А это родилось так, что жители как бы просили все время обратить внимание на это дерево, потому что многие помнят и детство у многих связано с этим деревом, и потом мы помним, что там в материалах по поводу колонии «Бодрая жизнь», там многие это дерево помнят, и испанский детский дом. Кроме того, вырезки из литературных упоминаний об этом дереве хранятся в Музее истории города Обнинска. В сентябре прошлого года около сосны установили художественное ограждение, созвучное образу дерева. Ограждение выполнено по эскизам обнинского художника Александра Павловича Шубина. Жанна Давыдова рассказала об одной городской легенде, которая связана с этим деревом. Наверху в этом дереве есть дупло, которое сейчас закрыто, и многие, даже есть такая легенда, что раньше, когда город только начинал остановиться, или когда вообще была здесь колония «Бодрая жизнь», там ребята записками в этом дупле обменивались. Вот, ну не знаю легенда или нет, но красиво. Директор парка также отметила, что уже летом около сосны будет установлена табличка с краткоисторической справкой. В реестр дерева уже занесено. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн, Фейсбук, Вконтакте и на страничке в Инстаграм, а также на нашем Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы новости, которая выходит по будням в 19 часов. До свидания.